Привет! Вы на очень популярном техническом канале, канале компании «АвтоСтронг-М». На минуточку, у нас уже 110 тысяч подписчиков. Помните, что 160 тысяч отличных запчастей есть в компании «АвтоСтронг-М» и любая может стать вашей. Так что звоните и пишите нам. Помните, мы читаем каждый комментарий и по возможности отвечаем на ваши просьбы. Итак, встречаем Mercedes-AM640. Двигатель ОМ640 дебютировал осенью 2004 года для установки на автомобиле Mercedes A и B-класса. Двигатель двухлитровый и он получился компактнее своего предшественника двигателя объемом 1.7. Развивает он мощность от 82 лошадиных сил до 140 лошадиных сил. И мы сегодня будем разбирать двигатель ОМ640 с Mercedes A-класс 2004 года. Блок двигателя чугунный с расточенными в нем цилиндрами. Привод ГРМ приводится однорядной цепью. Двигатель в подкапотном пространстве установлен под углом 56 градусов и клапанная крышка также является верхней постелью распредвалов. Двигатель оснащен вихревыми заслонками с электронным сервоприводом. Топливная система Common Rail от Bosch второго поколения с соленоидными форсунками. Максимальное давление аж 1600 бар. ТНВД установлен на ГБЦ и приводится от впускного распредвала. Любопытно, что в праворульном исполнении ТНВД приводится промежуточной шестерней. Ремонтные работы и работы по обслуживанию этого двигателя осложнены очень тесной подкапотной компоновкой. В ряде случаев двигатель надо приопускать вместе с подрамником. Кстати, предусмотрена возможность опускания этого двигателя на 8 сантиметров для его обслуживания без отсоединения чего-либо. Двигатель OM640 получился надежным и выносливым. Дорогие хлопоты при эксплуатации этого двигателя доставляет двухмассовый маховик, хотя он не является частью конструкции двигателя. По мотору основные проблемы вызывает система EGR. Как же давно с нами не было этого человека. Итак, встречаем Егор. Мы начинаем нашу разборочку. Вариантов турбины для двигателя OM642 с перепускной заслонкой AHI VV16 и с управляемой геометрией BorgWarner BV43. Турбина AHI устанавливается на двигатели мощностью от 82 до 109 лошадиных сил и дует 1,05 бар. А BorgWarner устанавливается на двигатели от 136 лошадиных сил до 140 лошадиных сил и дует 1,3 бар. Эти турбины надежные, без проблем выхаживают 300 тысяч километров. И вот данные турбины в отличном состоянии, без люфтов и сухие, ждут вас в «АвтоСтронг-М». Только что мы сняли маслоотделитель системой вентиляции картерных газов. Обратите внимание, что здесь есть вот такой войлочный фильтр для лучшей фильтрации масла от газа. Владельцы обычно не подозревают о нем, и он служит весь срок службы этого двигателя. Хотя маслоотделитель может потребовать внимания при очень сильном износе цилиндропоршневой группы. Мы сняли вот такую сборную конструкцию. Это камера смешения, то есть здесь дозирующая заслонка, а здесь клапан EGR. На двигателях OM640 существует две разновидности привода клапана EGR. Вакуумная, как у нас, и электрическая. То есть электрическая применяется только тогда, когда в выпускной системе есть сажевый фильтр. В остальных случаях вакуумный привод. Аналогичная ситуация и с дозирующей заслонкой. То есть есть вакуумный и электрический привод. У нас вакуумный, потому что нет в выпускной системе сажевого фильтра. Исключение на самой мощной версии A200CDI заслонки нет вообще. Как работает камера смешивания? Сюда подается чистый воздух, сюда идут отработавшие газы. Из этого сопла они выходят, смешиваются с чистым воздухом, а затем все валят во впускной коллектор. Камера смешивания и клапан EGR требует внимания каждые 30 тысяч километров. Вот из-за этого сажа масляного бардака. Симптомы при проблеме с EGR следующие. Стандартные. То есть потеря тяги, черный дым из выхлопной трубы, аварийный режим двигателя, который пропадает при перезапуске. Но пропадает он ненадолго. Вот эта вся штука легко снимается и чистится специальным средством. Также здесь установлен датчик давления наддува. И зрители нашего канала знают, что его тоже не мешает чистить. Чистить надо его бесконтактно. Термостат на данном двигателе расположен очень неудобно, поэтому для его замены нужны дополнительные трудозатраты. Если что-то не так с термостатом, это выражается в перегреве двигателя либо его недогреве. Еще глубже в данном двигателе стоят свечи накала. И чтобы реально поменять одну из них, надо приопускать мотор. Играетола. Эта штука готова. Эта штука. Эта штука у него и в Natrium Желнов. Эта штука έ principal. Эта штука实 cents. Эта штука тепла. Биджатями. Эта штука wast warfare. Только что мы сняли многослойный впускной коллектор. Здесь есть вихревые заслонки с сервоприводом. То есть, если здесь будет еще большая обилие нагара, то эти заслонки могут сломаться или заклинить. Соответственно, выскочит ошибка. Здесь мы видим канал, по которому антифриз попадает в ГБЦ. Вот датчик температуры. Вот такой непростой впускной коллектор. Генератор двигателю OM640 достался не самый долговечный от Valio. Обычно он выходит из строя без каких-либо последствий. То есть, просто пропадает зарядка. Бывает, что генератор может заклинить, и тогда из подкапотного пространства мы будем слышать свист ремня. Но ремень также может порваться. Ну и вы понимаете, что при такой тесной компоновке этот генератор не так просто снимается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Топливные форсунки простые и надежные, хотя способны производить двойной впрыск. А также дополнительный впрыск, если выпускная система оснащена сажевым фильтром. Топливная система здесь от Bosch второго поколения с электронной подкачкой, соленоидными форсунками с коррекцией впрыскиваемого топлива. ТНВД Bosch и также топливной рампой. ТНВД оснащен клапаном регулировки количества топлива. На топливной рампе мы видим датчик давления топлива, а также клапан сброса давления в ней. Эти клапаны регулируют давление по отдельности в зависимости от режимов работы двигателя. В частности, клапан, который установлен на топливной рампе, регулирует давление топлива до 30 секунд после запуска двигателя, либо пока топливо не прогреется до 20 градусов. А также в режиме принудительного холостого хода, во всех остальных случаях, регулирует давление топлива клапан на ТНВД. Таким образом, при проблемном запуске двигателя, а также при проблемах в его работе, нужно различать функции двух клапанов. Например, если проблема при холодном запуске, либо при отпускании педали акселератора, то виной может быть клапан, который установлен на топливной рампе. Форсунки же полностью ремонтопригодны, и после ремонта желательно получить корректировочные коды и прописать их в ЭБУ. На практике же, если форсунками все в порядке, то устанавливать их можно без прописки корректировочных кодов, потому что сам ЭБУ адаптируется к новым форсункам. Собственно, вот так вот выглядит калибровочный код форсунок Bosch. И по состоянию распредвалов на кулачках. Заметны борозды, которые, в принципе, напалисто не ощущаются, значит масло было не фонтан. КОНЕЦ Цепь при воде ГРМ используется однорядная, от коленвала приводится впускной распредвал, а от впускного путем зубчатой передачи приводится выпускной распредвал. Цепь отличная, ходит по 300 тысяч километров. Цепь отличная, ходит по 300 тысяч километров. ГБЦ у нас в отличном состоянии. Никаких прогоревших клапанов и нагара. Двигатель ОМ640 надежный и может пройти 300-400 тысяч километров, но при таком пробеге у него может пробить прокладку ГБЦ. Это видно по уходящему антифризу и по парению из выхлопной трубы. По состоянию блока HON у нас как с завода, никаких задиров и никаких намеков на износ. Маслонасос здесь переводится цепью, немецкие инженеры предусмотрительно установили здесь натяжитель с пружиной. Графитовое напыление как новое, все кольца подвижны и никаких вопросов по состоянию вкладышей. По состоянию коренных вкладышей тоже все хорошо, если бы не износ вот этого вкладыша второй опоры коленвала. По состоянию коленвала у нас вообще никаких вопросов нет. Вот такая разборка у нас сегодня получилась. Двигатель Mercedes оказался надежным и в отличном состоянии. Если вы хотите знать о моторах, коробках, БУ, запчастях, все обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите в наши соцсети, покупайте у нас отличные запчасти, участвуйте в наших акциях и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».